Привет, друзья! С вами снова Василий Костюченко, Федерация судебных экспертов. Поговорим с вами о независимой военно-врачебной экспертизе. Я буду, как всегда, записывать видео без обрезок, без комментариев, без подсказок, без суфлеров. В общем, десятки обращений в наш Центр медицинских экспертиз. Мы, кстати, тоже занимаемся судебно-медицинской экспертизой, помогаем военнослужащим. Легально помогаем, легально помогаем. Решить их медико-правовые вопросы, связанные с призывом, с военкоматом, с ВВК и так далее. В общем, важный вопрос, который нам постоянно задают. Почему у вас нет лицензии на ВВЭ, на военно-врачебную экспертизу, а вы продолжаете рекламировать услуги ВВЭ? Ну, давайте так. Мы услуги военно-врачебной экспертизы рекламируем через судебно-медицинскую экспертизу. Это, если говоря простым языком. Далее, для понимания, судебно-медицинская экспертиза – это другой юридический, другой правовой и интеллектуальный уровень работы. То есть, ВВК, ВВЭ – это всего лишь 10 персонажей, которые ставят крестики и галочки в какой-то ведомости, не проводя по факту тех самых исследований, которыми занимаются судебные медицинские эксперты. Это следующее замечание. Третье замечание. Судебной военно-врачебной экспертизы не существует в Российской Федерации. В Российской Федерации существует судебно-медицинская экспертиза и независимая военно-врачебная экспертиза. Еще один нюанс. Дальше. То есть, это для понимания того, что те товарищи, которые в первом пункте сидят, 10-12 человек за столом, и ставят крестики и галочки, присваивая, не присваивая категории годности, они не проводят исследования и не отвечают за свои выводы. В отличие от судебного эксперта, который несет уголовную ответственность за свои выводы. Дальше. Одна замечательная вещь, которую вы всегда должны знать. Военкомату абсолютно плевать на выводы независимой военно-врачебной экспертизы. То есть, на то она и независимая, чтобы на нее плевать. В отличие от выводов судебных врачей, судебно-медицинских экспертов. То есть, тогда, когда вы, ваш адвокат, ваше доверенное лицо, чаще всего это адвокаты, обращаетесь в суд, требуете проведения судебно-медицинской экспертизы по военнослужащему, по призывнику. Вот выводы судебно-медицинской экспертизы. То есть, наши экспертизы для суда будут обязательны. Как ни странно. В отличие от независимой экспертизы, которая проводится на платной основе по договору с каким-то медицинским центром, где есть люди в халатах, которые сидят за столом и ставят крестики-нолики напротив некого протокола. Вот, друзья мои, в чем разница. На самом деле, вопросов от граждан, от мамочки, в основном мамочки, мамочки и жены, которые говорят о том, что им нужна помощь, а в вашем городе нету вот этой вот независимой военно-врачебной экспертизы. На самом деле, она вам, друзья мои, и не нужна. Вот. Я еще раз повторюсь, как в предыдущем ролике, что такие центры когда-то, вот может быть 20 лет назад, 15 лет назад, для комплекту, для комплекту, чтобы было, да, чтобы было, оформили этот пункт в лицензии независимой военно-врачебной экспертизы и не знает, что такое экспертиза. Вот, как ни странно, как бы это ни странно ни звучало, не знает, что такое экспертиза. Вот, не знает всех болевых моментов, не знает технологий, банально, технологий оформления заключений. И в суд вот эти вот независимые военно-врачебные эксперты не пойдут с вами и не будут вас никак защищать. Вот, друзья мои, то есть, даже если этот человек в белом халате пойдет в суд, то это расстрел подобный. То есть, помощь от такого подписанта, который не в теме, это действительно так, он не в теме, как происходит вообще процесс. Такая помощь, такая, как говорится, слоновья-медвежья услуга никому не понравится. Все, друзья, будут вопросы, задавайте, потому что, действительно, тема очень интересная, очень конфликтная. Кому нужна действительно помощь, мы к вашим услугам. До свидания, друзья!